всем доброе утро один день и жизнь морских котиков решили все-таки снять и показать как это происходит на самом деле так мы встали сегодня чуть попозже этаж стали попозже для того чтобы чуть посветлее было точнее встали также всем решили выехать попозже короче герой едем вообще-то я выдвинулся от лица на улицу там ветерок такой вот фигачит чем вчера еще до 12 метров порывы были пацаны на кайтах кататься успели знаете какая штука есть штатив мы с ним нырять будем кто-то просил так как вы допросились попросили показать вам как ныряем сейчас покажем один день жизни ныряльщиков морских котиков я вчера выросли собачек машина на парковке к ты встречают нас не свет ни заря в машине прохладненько ветерочек кстати говоря отжимной поэтому вода еще холоднее будет штормит еще хорошенечко сегодня я думаю в штормовые волны нырять я вам специально тапочки одел не слетающие морские я вчера на авере не был мне понравилось выражение которого процитировал грустной попой весело не пукнешь грустной попой весело не пукнешь поэтому мы будем мы будем веселыми ремень иначе она нас запищит полнолуние в то самое время когда тойоты воют на луну койоты не кайены в это время кайены в германии на заводе каяны у кайены прикольное казахское название каян нравится один мой знакомый сказал что один моих друг сказал что он ни разу не встречал не в обиду адекватных водителей бмв если чувак едет на бмв то он будет обязательно либо газовать как сумасшедший либо не ехать просто стоять мы ездим на простой обычной машине это японский ваз обычный народный казахский автомобиль называется Toyota Land Cruiser Прада Луна еще лунная ну да кстати луна очень хорошая ехать тут недалеко можете включить секундомеры да мы живем не возле моря увы ах мы живем вон где нас занесло ой зубопротезные какие-то новые да а вот отсюда выбираться пешочком очень удобно но охладненько лучше проехаться на машине полнолуния кстати ой она смотрите какая красавица упс упс и здание кругом что ж такое мы появились появилась хорошо в это время машин мало ты как всегда взял с собой водку огурцы соленые водку огурцы соленые сало мало более штормовое а то нас спрашивают вы что-нибудь употребляете после употребляем все в машине все в машине в багажнике целый застахан стоит у нас есть еще один традиционный спутник Сергей Богданович Март мы когда подъезжаем в это время то ли изучает устройство автомобиля методом протирания его тряпочкой то ли просто очень следит за чистотой своего авто и авто своей жены ух ты а прям штормит ну не штормит а в камни он разбивает а сегодня суббота видишь а да сегодня суббота Сергей Богданович не вышел на машине даже ну все подъехали к морю разворот вот остановка и выходим переодевалка так ну что пошли в печку в печку да чтобы на обратном пути понятно что мы в моржи с комфортом вот же а с ним давай выращаем обещаться в машине а вот внизу на 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Ноги швыли. А там, где есть хорошие ныряльные места, у нас любимое здесь. Вот в этом месте. Обжигающий ветерочек такой. Вообще, самое главное, после того, как замырнул долго, на ветру не находиться. Потому что закаливание закаливанием, а теплую одежку приодевать мокрые пастельные принадлежности пастельные. Продолжение следует... Продолжение следует... Обалдеть! Средь бела дня. Ха-ха! Ярослав приседает и одновременно селфица. Новое спортивное упражнение приседания с айфоном. Ха-ха-ха! Ха-ха! 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 Вон он! И он там спрятался, танкер. Вон он! Ох, какая волна! На маленьких кайтах сегодня летать будем. Неужели Сергей Богданович не выйдет? Как не выйдет? Вон он вышел! Ха-ха-ха! 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 Ну молодцы, ребята. Приезжай, когда запаздливай. Неужели сегодня не выйдет? Нет, приезжай. То есть посмотреть на шоу придурков, которые... Ха-ха-ха! Ха-ха! Ха-ха-ха! Это уже традиция. Ну вот. Встретили с утра Сергея Богдановича. А вы что-то это... Раньше, не в последнее время не начали. Для этого и другую. Какие места? Ярославный город. Ярославный город. Ты меня просто не раскрепил. Что ты такой толпы? Толпабово и Теплоково. Ее не выделялись. Ха-ха-ха! А сейчас только два одиноких рейнджера. Два одиноких рейнджера. Ярослав и Владислав. И Сергей Богданович. Всем привет. Всем пока. До свидания. Спасибо. На дороге бэм! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Мы пукаем в скайпахе. Пойдите. Там собрался у ворот этот. Как его? Народ. Хорошо, что есть. Ага, вот это не так уж просто. Старый заржавевший штатив. И в тепленькую машинку. И до дому. Вот чем хорош грузачок. Температура за бортом плюс 11 градусов. Ну и сегодня, кстати, не так холодно. Да. У нас тут недавно было похолоднее. Сегодня ветер вроде бы обещает юго-восток. Юг до 12 метров в секунду. То есть можно будет покайтиться хорошенечко. Вот. Вчера не удалось. Было много забот с детьми. Надеюсь, сегодня покатаюсь. Потому что сегодня суббота. Ветер. Это хорошо. Когда умеешь. А когда не умеешь, даже не пробуйте. Это бесполезно. Отходит иногда. Люди говорят. Явно видно, что они еще не можете под шофе. Мне кажется, у меня 500 за это обморожено. Обморожено? У меня плохая лексика сейчас. Даже не лексика, как это называется. Артикуляция. В общем, замерзли все. Да нет, у меня вроде ничего. Размялся на Сергея Богдановича. Пообщался, поговорил. Это уникальный человек. Ну и еще. Каждый день в 7.30 протирать машину. Свою и жены. Это любовь. Это любовь. Это еще жуткая аскеза. То есть вот для него такая аскеза. Он выходит каждое утро. Хочешь, не хочешь. С будуна, не с будуна. Хотя, по-моему, он не пьет. Уже давно. У кого-то есть собака, у кого-то есть машина. Да, у кого-то есть машина. Папа, хочешь заняться сексом? Конечно, хочу. Ну иди займись. Я тебе все четыре колеса проколол. Я не стал. Матерными словами рассказывать анекдот. А то дети будут смотреть. Ну да. Поймут. А то будет что вспомнить, нечего детям рассказать. Вспомнить то есть что, а вот детям рассказывать стыдно. К нам, кстати, обещало присоединиться огромное количество моржей. Уже вот недели две, как они присоединяются. Они, наверное, пропыли именно у нас в Баку, в Дагестану, в Астрахани. Кто-то бы рад. Я вот видел группу колосатых купальников. Хорошо шла. На глиссере. У меня папа как-то испугал рыбака. То ли в ноябре, то ли в декабре месяце. Я уже не помню какой это месяц был. Но была явно зима. Папа хотел моржеваться в 15 микрорайоне. Занырнул за камнем так, чтобы этот рыбачок не видел. Подплыл и вынырнул прямо перед ним. У рыбака чуть не случился инфаркт от увиденного. А на вопрос «Вы кто?», батя задал встречный вопрос. «А это какой город?» Рыбак сказал «Это Шевченко, Актау». Батя говорит «Ну, слава богу, я туда приплыл». Задолбали там на той стороне Каспия со своими революциями. В общем, по-моему, бедный рыбак до сих пор рассказывает внукам про то, как он встретил беженца, который своим ходом доплыл до города Актау. Ну все, друзья мои хорошие, мы приехали в паркинг теплый охраняемый. Наша аскеза закончена, начинается самое приятное. Дневная аскеза с детьми и с женами. Вы думаете, жена и дети – это не аскеза? Ха-ха! Вот еще какая аскеза. Так. Да, штативчик. Как бы залезть еще сюда. Слушай, а ножки ничего, кроме этих тапочках? Но все равно мог, неприятно. Ха-ха-ха! Так, слушай, а… Полотенчика? Полотенчика. Хорошо, вот… Вот единственный большущий плюс после такой нырялки. Ну он, наверное, не единственный, их много, но один из большущих. Дома уже какая бы температура в квартире не была, уже не холодно. Да, да, да. Это единственный. Все ходят, мерзнут, шапки одевают. Да что ж такое. Сегодня полотенце так и хочет выпасть на асфальт. В общем, хотите присоединяться, присоединяйтесь. Мы каждый день в 6, 7, 15, 7, 20. Сейчас будет позже, потому что… Темнее. Да. Вот. Ну, может быть, и настолько позже, насколько нам дети позволят с их школой. А ну, может, после школы. Ну, тоже, как вариант. Все, присоединяйтесь. Всем пока. Всем здоровья. Пока-пока. Пока-пока.